Я не волшебник, а только учусь. В магазине Hobby DNUA всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров, как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Hobby DNUA – это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Продолжаю строить немецкий погрузчик. Ты даже не представляешь, какой тебя ждет сюрприз. Вот что у меня получилось в прошлый раз. Большинство деталей здесь собрано на сухую, поэтому если вдруг что-то там неровно, не смотрите, не судите. Еще рано делать выводы. Значит, в этой части, наверное, мы его закончим и начнем с кабины. И вот смотрите, да, здесь они уже предлагают вставлять стеклышки, но я думаю, что я их вставлять не буду. Соберу только железные части, а стекла уже вставлю, когда покрашу. Ну, это я так предполагаю. А как оно сейчас выпадет во время сборки, сейчас все посмотрим, увидим. Ребята, вот еще одна вещь, которая мне не сильно нравится. Ну, во-первых, зеркало заднего вида, но клеишь, как тебе больше нравится. Нет таких определенных углов, как их должно быть. Ну, это мелочи, потому что это каждаши для себя. А вот, смотрите, вот эта дверь должна вклеиваться вот такой вот здесь часть кабины, да. Вот она, это вот лицевая сторона. Так вот, смотрите, когда я отделял от литников, то вот часть, и вот еще вот, и вот. Она, видите, наплывая прямо на литник. То есть не так, как обычно, питатели подводятся, и все, не прямо наплыли на эту часть. Вторая у нас есть еще на литнике. Вот видите, как бы здесь нормально, а вот здесь у нас уже будет наплыв, который придется убирать. То же самое здесь. Зачем они так сделали? Это лицевая сторона, это все будет видно, и такого как бы у них раньше. Сколько собирала я эту модель, не встречала. Здесь вот такой вот неприятности. Ну, у каждого свои недостатки. Да, первую из двух кабин, я ее называю кабина наблюдателя, потому что здесь внутри нет никаких органов управления, ни руля, ни педалей, ни рычагов никаких. Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна, зачем это, для чего она предназначена. Ну вот я вот решил, что здесь видит какой-то наблюдатель. Значит, сделала я ей открытый... Ну, окошечко открыто будет. Стекла я, естественно, здесь еще не клеил. Все стекла будут после покраски. Да, вот внутри будет вот такая вот еще деталька. Вот какая тут панелька. Типа каких-то приборов, что ли. Но дело в том, что она так крепится, и смотри, что если ее поставить, то стекло уже перед ним поставить невозможно. Поэтому я решил ее пока не клеить. Вставлю стекло, и тогда уже доступ у меня изнутри будет. Я вставлю и эту детальюшку. А дворник, естественно, как бы нормально покрасится. Он не мешает. Хорошо встал. Да, вот еще здесь, вот в этом месте, вот в этом месте будут стеклышки. Фары здесь, так сказать. Это тут заглушка с этой стороны какая-то, а здесь будет стекло. А со второй в водительской кабиной все гораздо сложнее. В каком плане? Здесь уже начинаются у нас органы управления. И сюда, и вот сюда уже будут лепиться декальки. Я так понимаю, тут нижний ряд такой есть. Похоже на приборы. приборы. И поэтому, наверное, полностью собирать я кабину не буду. Поклею, возможно, максимум, что можно, например, зеркала заднего вида. Может быть, руль вместе соберу. Не знаю, вот эти части. И уже потом покрашу, наклею декали, соберу и соберу кабину в кучку. Стекла клею. Ну, то есть, как бы, эта кабинка мне будет сразу, целиком, вы ее не увидите. Только небольшая часть. Итак, собрал я полностью кабину, ну, как, частями, да? Значит, просто сейчас вам показываю. Вот эта часть будет между кабинами соединяться. То есть, я сейчас, ну, сильно близко поставил, но будет, по идее, касаться только торцами. Будет краситься отдельно. Эту часть вы уже видели. А вот это вот я собирал. Значит, что хочу сказать. Во-первых, хочу оставить я дверь открытой. То есть, я пока не приклеивал. Она у меня будет открыта, чтобы можно было посмотреть внутри. Также, передняя часть не приклеена. Сейчас. Вот здесь у нас уже есть дворник с обратной стороны. У нас есть стекло и зеркало заднего вида. Кроме того, отдельно собрал я панель управления, педали, руль. Кстати, руль просто тоже сейчас посажен, он не приклеен. После покраски оно будет вот так вот выглядеть. То есть, тоже будет клеиться отдельно. А эту часть я как бы из двух частей не состоит. Я крышу, боковинку и заднюю стенку приклеил. Здесь тоже будет открытое окошечко у меня. Стекол, естественно, пока еще нигде нет. С этой стороны тоже какие-то органы управления. Здесь будут декальки. Как, впрочем, декальки будут и вот здесь. Вот. В принципе, после покраски и нанесения декали можно будет кабину уже собрать полностью. И поклейки стекол. Ну, пока в таком виде. И, кроме того, еще собрал я выхлопную трубу. Она же здесь немножко проточена. Здесь, кстати, использовалось и фототравление. Вот такая вот на решетке такая решеточка. Тоже клеить к основной массе я не буду. По всем законам жанра она будет другого цвета. немного зажавленная. Поэтому приклеится на модель опять же после покраски. Так, ну и в принципе осталось только наш сам механизм подъемника. И модель будет готова. Друзья, хотел показать вам весь механизм подъема в сборе, да, уже, но так вам не так просто как кажется. Смотрите, сложил я еще такую штучку подначало вот эту часть. И вот что хочу сказать, что везде до этого было вообще стыкуемость, все понятно, куда ставить, все без проблем. А здесь какие-то вопросы у меня возникли. Как-то тыкал, ну, просто как бы как тыкнул и тыкнул без каких-то не было там ни позовки чтобы вместе вставить. Ну, как бы собрал, да. Перешел до 8 уровня, а здесь видите, такая длинная палка вставляется в такую короткую и получается такой небольшой топорик. Так вот, весь прикол в том, что вот эта длинная палка вместе с этой штучкой, да, и вот если ты вставляешь, она вставляется буквально на полмиллиметра, там, на 3 миллиметра и все. На всю территорию не вставляется до конца. Вопрос зачем? Вот здесь значочек обрезать, да. И вот я так предполагаю, что в принципе можно было бы сделать вот этот, как бы, все это устройство сейчас мягко было в сложенном виде, а если уже там хорошо подумать и, ну, раньше было, скажем, об этом подумать, можно было его сделать выдвинутым кверху, на, как бы, в рабочем положении, да, в поднятом. То есть, грубо говоря, они продумали так, что можно сделать его и высунутым, большим, но нам в этом здесь не показали, не рассказали, и в принципе на данном моменте мне уже и поздно это делать, то есть, придется обрезать его, ну, оставить там чуть-чуть, чтобы эта труба осталась здесь у меня полностью, да. задумка у них хорошая, но реализация никакущая, можно было, можно было сделать вариант А, вариант Б, поднятый, опущенный, там, поднятый на определенную высоту, уже это расписать, показать, но теперь уже об этом поздно перед Боржоми, да, будем собирать в сложенном виде, хотя, конечно, да, можно было бы его, было бы интереснее, если бы он был поднятым. Ну, все уже, поздно, спасибо в кавычках большое за это таком, что не могли сразу предупредить, написать, но буду дальше собирать. Итак, друзья, сделал я механизм подъемника, вот так вот он выглядит, пока не покрашенный. Значит, что хочу сказать, производитель, ну, хотел меня заставить сделать его рабочим, то здесь, по идее, этот нож крутился вдоль своей оси, грубо говоря, ну, не полностью, на 36 градусов, но угол был небольшой, и кроме того, было движение влево-вправо. Ну, я все приклеил намертво, в принципе, мне не нужно, мне не нужно, но в принципе, можно было это сделать. Кроме того, сделал я кран, он делается в двух видах, для того, чтобы, ну, если бы нам нужен был кран, то он делается в таком виде, вот так вот, и у нас есть кран. В моем случае, он делается сложенным, я специально еще его не доделал, чтобы вам показать, как он открывается, закрывается, а вот сюда, в это отверстие еще будет вставляться такой штифт стопорный, то этот кран, получается, снимается и вешается сбоку. Вот, наш кран вешается сбоку машины, и получается, когда надо, мы его достаем, вешаем, когда не надо, он на сложенном виде, но в моем случае будет сложенный. То есть, что мне сейчас осталось, мне осталось сделать только вот сам именно погрузчик, вот эти вот зубья, или как их правильно назвать. Напомню, здесь два варианта, с короткими такими зубьями и с длинными. И какой конкретно мне нужен, я сейчас толком не знаю, а узнаем мы это опытным путем, для того, что есть у меня вот такой наборчик, я его показывал в одном из роликов. Вот такие вот от Done Models такой наборчик, вот здесь внутри четыре, можно собрать четыре таких поддона. И вот я сейчас соберу один поддон и уже примерю к этим зубям и какие будут более-менее красивые, те я и оставлю. Так, давайте посмотрим, где то, что даже сам еще не открывал, не смотрел, вот только в таком виде. Что оно здесь представляет? Типа такой мини-обзорчик. у нас здесь есть, я так понимаю, инструкция, вот такая, есть у нас четыре пакетика, по идее, пронумерованы, четвертая деталька, это у нас третья, переходничок, ну, соответственно, вторая, первая, то есть, все у нас пофасовано по пакетикам, я думаю, сложности никаких не представится, я буду делать, клеить их с помощью обычного клея ПВА, думаю, все будет нормально, и, ну, в принципе, я сейчас один сделаю, покажу, как оно будет выглядеть. Вот я собрал одну палету, вот так вот она выглядит, вот, значит, смотрите, и, соответственно, уже определился я из длиной наших зубьев, буду делать я с коротким, потому как, ну, посмотрите, вот короткий зуб, а вот длинный практически в два раза больше, если мы палету, кстати, вот так наложим, да, то короткий, как раз вот его как бы нормально одевается, ну, а длинный, там, не знаю, два вместе брать, ну, я не вижу смысла, то есть, будет у меня вот такой погрузчик с короткими, такими вот зубьями. Итак, ну, вроде бы, закончилось с этим механизмом, такой он у меня выглядит, вот так вот он будет, поднимать наш, нашу палет, вот так вот, у вас, наверное, возник вопрос, что же мы будем поднимать, не просто, что это деревяшка, специально для этого проекта прикупил два таких вот небольших наборчика, снова-таки, от Danmodel, в 35-ом масштабе, это различные коробки, сейчас я быстренько открою, мы посмотрим, что здесь есть, такой опять мини-обзорчик, как-то в этой серии их уже слишком много, но все же. Значит, первый набор содержит вот такие вот выкройки, разверстки бананок, всем известных, и вот тоже какие-то фруктовые, тоже бананки, да, из плотного такого пластика, что я говорю, из плотного картона, просто вырезал, сложил, и такие вот коробочки в нужном масштабе будут. Здесь у нас коробки новой почты и Интайма, ну, это знают жители Украины, это наши частные перевозчики. Так, третья коробочка, это у нас Рошен, привет, Петя Порошенко. Это не важно. И снова-таки, бананки. И также, сделал такой небольшой листочек, это газеты, типа такого бонуса. Но опять-таки, газеты все украинские. Второй набор у нас, значит, Blackjack, это у нас алкоголь. Опять-таки, тоже какой-то украинский производитель, смачно завжды, то есть, что-то, честно говоря, рассмотреть не могу. Красненькая, это у нас тоже походу какую-то. Выпивка. Дальше у нас это Prima Classic, это у нас сигареты, то есть, коробки с сигаретами. Дальше. А это вот у нас медицинские, то есть, здесь всякие разные медикаменты, то есть, то, что мне как раз им нужно. ну и опять-таки, уже видимые бананки. Вот такие вот небольшие наборчики, которые мне, я думаю, помогут, облегчат жизнь и будут чем наполнить мне и контейнер, и палеты. как-то так. В принципе, полностью собран наш погрузчик. Конечно, все так налеплено, сами понимаете, все на сухую, много мелких деталей, которые тяжело представить друг к другу, пока не приклеим. смотрите, что мне осталось. Собственно, можно грунтовать, но перед грунтовкой я еще внимательно все осмотрю. Каждую детальку, возможно, где-то здесь невозможно, а наверняка будут места, которые надо будет еще прошпаклевать. Например, вот сразу видно, да, вот здесь, вот здесь, вот эти места, стыки. Хотя, здесь, наверное, не надо. Это здесь, здесь разные, а вот здесь обязательно придется прошпаклевать, потом, ну, не знаю. Короче, внимательно посмотрю, вот здесь вот возле крыши, да, прошпаклюю все, что нужно, прошпаклевать, то, что увижу, и все, отправляю я это дело на фунтолку и потом будем красить. Вот. И вот на этой вот замечательной ноте мы с вами заканчиваем этот ролик. Я был счастлив познакомиться с вами. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Все, пока. субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok